Давайте я вам покажу, из-за чего вы проигрываете почти все свои партии и что нужно делать, чтобы этого избежать. Итак, наверняка у вас часто возникают такие мысли. Допустим, здесь вы играете со стороны белых и вы думаете, ну, вроде хорошая позиция, да, где-то немного лишняя пешка у белых, все замечательно. Черные играют конь b4, мы такие смотрим, черные напали на ферзя и на пешку. Надо куда-то отойти ферзем, чтобы пешку защитить, ну, вроде можно пойти ферзь b3, можно пойти ферзь e4, ну, скажу просто из общих соображений, ферзь e4, чтобы оставить ферзя в центре. И тут черные играют d5, это ход, который вы просмотрели, вы сразу задумываетесь, так, d5, как я мог не посмотреть этот ход, что теперь делать, придется уходить ферзем, терять пешку на c2, какой кошмар. Ну, еще вроде более-менее не так сильно страшно, если пешка потеряется на c2, мы забираем ферзь e5, логичный ход, на нас нападают f6, потому что ферзь грозит съесть ладьем. Ну, надо куда-то отойти ферзем, можно пойти ферзь d4, вроде ферзь стоит в центре, все отлично. И тут черные играют ладья c2, и это просто как гром среди ясного неба. Ход ладья c2 вы вообще не рассматривали, потому что этот ход под бой, но сейчас, присмотревшись к позиции, вы видите, что если заберете конем, то черные сыграют конь c2 и поставят вам вилку. Все, можно сдаваться. Вы лихорадочно ищете какой-то ход, не успев подумать, осмыслить позицию, посчитать варианты, ходите слон d3, но вроде напали на ладью, пусть она отсюда уйдет, и полец 2 будет под защитой. И тут черные играют слон c5, и выясняется, что вам пора сдаваться, потому что нужно отступать ферзем, а когда вы куда-то уйдете ферзем, то потеряется слон на d3, и получается, что у черных лишняя фигура, атака на вашего короля, позиция уже практически безнадежна. Покажу еще партию своей ученицы, она играла черным цветом, сходила ферзь d4, и просто просмотрела, что белые могут пойти слон h7. После хода слона h7, ну все, кошмар, теряется ферзь, можно сдаваться, я на особо не считаю варианта, нажала кнопку сдаться, вышла из игры, все, и забыла про эту партию. Что же нам нужно сделать? Если мы получаем какой-то неожиданный ход, который просто бросает нас в жар, как будто бы на нас вылили там кипяток или холодную воду, сразу начинаются смешиваться мысли, руки дрожать, глаза разбегаться, ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Если соперник сделал ход, который вы не предусмотрели, то пожалуйста, сделайте глубокий вдох, медленный и выдох. Посмотрите на позицию как бы отстраненно, представьте, что вы решаете шахматную задачу, и вам нужно найти спасение. Потому что стидеть себя и корить, как я могла забрать эту пешку, отдать ферзя в два хода, я не знаю, что за зевок, который делают новички, элементарное вскрытое нападение, 100 задач я таких решил, выиграл ферзя, потом сам взял в партию и подставил. Эти мысли мы будем воспроизводить уже после партии, но лучше, конечно, все равно себя так сильно не корить. И что же просмотрела моя ученица? Она могла пойти конь h7, и после хода ладья d4 пойти слон g5 и отыграть ферзя на вилке. Никогда не надо сдаваться, нужно смотреть до конца. Конечно, здесь все равно позиция хуже, получается, что у черных не хватает пешки, но у них лишний конь. Но коня сейчас на связке отыграют, скорее всего, мы останемся без пешки, но как бы без пешки еще можно бороться и бороться. Я думаю, что ни одну партию вы выиграли без материала или наоборот проиграли, когда у вас было что-то лишнее. Поэтому обязательно играем до конца, и если какой-то неожиданный ход попался в вашей партии, то делаем вдох-выдох, успокаиваемся и потом начинаем смотреть варианты. Ну а желательно вообще не пропускать ходы соперника и за себя находить самые лучшие. Поэтому мы сейчас разберемся, что же нужно делать, чтобы таких моментов было как можно меньше в ваших партиях. Первое, на что нам нужно обращать внимание, это, конечно же, на тактику во время партии. Почти все партии проигрываются из-за того, что кто-то что-то зевнул, и не какую-то там сложную комбинацию в 5-10 ходов, а был просто одноходовый, либо двухходовый, либо трехходовый зевок. Даже если мы посмотрим партии, ну у грасмейстеров реже, конечно, такое бывает, но если мы посмотрим партии мастеров, кандидатов-мастера, перворазрядников, то обычно все партии заканчиваются тем, что кто-то что-то зевнул. И чтобы нам самим ничего не зевать, а выигрывать то, что зевает соперник, у нас есть сигналы об опасности. Итак, сигнал об опасности, это когда у вас есть фигура, которая никем не защищена. Либо у вас, чтобы вам ее не зевнуть, вам нужно обратить на нее внимание, либо есть такая фигура у соперника, тогда мы рассматриваем всякие тактические возможности, чтобы эту фигуру выиграть. Например, здесь у нас такая фигура незащищенная, есть в лагере черных, даже не одна, это ладья на h8 и слон на b7, да, то есть это то, на что уже нужно обратить внимание в этой позиции. А черные здесь как-то не сильно долго думали, пошли конь b6, видимо, хотели где-то d5 провести, или коня, скорее всего, коня хотели поставить на c4, и после этого хода у нас получается комбинация, которая помогает нам выиграть небольшое количество материала. А хочу обратить внимание, что кроме того, что нам нужно обращать на фигуры, которые находятся вообще без защиты, нам также нужно обращать внимание на фигуры, на которую мы нападаем один раз, например, и соперник один раз ее защищает. Да, но здесь пока таких фигур нет, кроме того, что нам нужно обращать внимание на эти фигуры, также мы смотрим на всякие вскрытые нападения, когда у нас фигура нападает на фигуру соперника сквозь нашу фигуру, либо сквозь фигуру соперника, когда происходит связка. Например, когда конь встал на b6, у нас еще слон сквозь коня нападает на коня черных, и у него только одна защита, это ферзь. Плюс еще ладья на h8 беззащитная стоит, и это все нас наводит на мысль, что мы можем пожертвовать коня и после хода а-б поставить вилку как раз на вот эти две фигуры. Поэтому, если вы видите незащищенную фигуру в лагере соперника, смотрите, какие у вас есть нападения, но не просто прямое нападение, чтобы напасть и она убежала, а ищите и подготавливайте более интересные комбинации, которые помогут вам что-то выиграть. Следующая позиция у нас будет достаточно легкая. Здесь у нас был ход черных, черные сходили b6. Угадайте, как на это ответили белые. Задаю вам пару секунд, можете нажать кнопку паузы для того, чтобы посчитать варианты, как вы здесь можете что-то выиграть. А я говорю решение. После хода b6 у нас открылась вот эта диагональ, и мы обращаем внимание на то, что ладья на а8 осталась без защиты. Очень часто ладьи на а8 и на а1 остаются вот так вот заперти, никто их не защищает, и их можно выиграть. И здесь мы, конечно, хотим пойти слон d5, чтобы забрать эту ладью, которая никуда не может отойти. Но сначала нам нужно уничтожить коня. Для того, чтобы он перестал защищать поле d5, мы ходим слон d5 и выигрываем целую ладью, даже не качество, целую ладью выиграли. И, конечно, довести дальше партию до победы у нас шансов теперь намного больше. Здесь у нас был ход белых. Белые забрали cd, и черные пошли конь d5. После этого мы видим, что у нас есть угроза пойти e4 и поставить вилку на коня и на слона, сделать двойной удар. Эти фигуры у нас тоже какая-то защищенная, какая-то незащищенная, но лучше вот на всякие линейные удары на вилке нам фигуры свои без острой необходимости не подставлять. После хода конь d5 мы, конечно же, пойдем e4, но не сразу, чтобы у нас слона не скушали, а сначала сыграем слон b8. Ну, на ладья b8 все очевидно, e4 у нас получается выигрыш. Если играют здесь не ладья b8, а конь e3, то тогда мы ставим сначала шаг слон b5. Вот конь e3, кстати, тоже может быть такой очень неожиданный ход. Да, вот мы сыграли слон b8 в надежде, что нас сейчас заберут ладья b8. И мы сыграем e4 и спокойно выиграем фигуру. Когда же мы пошли слон b8 и вдруг увидели, что черные пошли конь e3, да, ход, который мы, допустим, просмотрели, то мы успокаиваемся, да, делаем глубокий вдох и выдох, смотрим на позицию с точки зрения, что это просто задача, которую нужно решить, найти самый лучший ход, да, не ставьте себе задачи что-то выиграть или поставить мат, может, в такой позиции этого не быть, поставьте задачи найти лучший ход в этой позиции. И мы находим, что у нас есть продолжение отличное, слон b5, чтобы увести слона из-под боя, к тому же это с нападением мы напали на короля. Слон d7, например, закрываются, другой защиты хорошей нету. Слон d7, ферзь d7, и мы ходим в ферзь e2. Мы разменяли вот этого слона, чтобы конь его не скушал и не разменялся. И теперь, если у нас заберут нашего слона на b8, мы съедим коня на e3, и у нас останется лишняя фигура. Конечно, черным здесь выгодно пойти конь g2, и после хода ферзь g2 уже забрать ладья b8. Но и в таком случае у нас остается лишняя фигура. Ну, еще пешку на g2 съели черные, но преимущество все равно у белых достаточно высокое. Большое спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, а также следите в своих партиях за такими фигурами, которые остались у нас без защиты, которые никем не защищены, и мы можем на них напасть. Также следите за всякими возможными двойными ударами, скрытыми нападениями, когда фигуры у нас нападают на фигуры соперника, но перед ним стоит либо наша, либо чужая фигура. Это все предпосылки для того, чтобы совершить выигрывающую комбинацию. А если вы хотите еще больше разбираться в расчете вариантов, то приглашаю вас на наш курс по расчету вариантов. Там вы научитесь находить ходы кандидаты, поймете, как глубоко нужно рассчитывать позиции, на что обращать внимание во время партии, чтобы не допускать зевков, и самим, конечно же, использовать зевки соперника. Это видео только одна такая маленькая тема. В курсе мы все разбираем намного подробнее. Информация о курсе в описании.